добрый день дорогие друзья с вами вновь виталий эрофеев я бы хотел сегодня остановиться на ответе на такой вопрос популярный как выйти из френда зоны это этот вопрос очень интересует и парней и девушек но сегодня я буду говорить для девушек и так в западноевропейской культуре которую мы переняли до имеется такой термин как бойфренд вот этот бойфренд как бы в нашей в нашей действительности она звучит значит буквальном смысле то есть девушка что делает она ищет взаимные взаимные точки соприкосновения общности интересов обществе планов общности целей с парнем и и постепенно этих интересов этих точек соприкосновения ставится все больше и мы получаем вот такой вот такой вид вот такой ведь то есть наши отношения с парнем превращаются в дружеские связи в дружеские связи то есть каждый вот этот из этих этих точек соприкосновения отвечает за определенные определенную область ваших дружеских отношений то есть здесь к скажем так интересы интересы общие интересы общие планы вы вместе отдыхаете вместе спите вы говорится да у вас общие друзья и так далее так далее то есть вот таких точек соприкосания все больше и вы девушка до женщина рассчитывайте на то что скором времени как предполагаете эти общие точки превратятся превратятся во что во что они придут они придут вот так они сделают за в общую общую крышу крышу над головой да то есть вы предполагаете что благодаря этим этим дружеским связям дружеским отношениям которые так вот вы создали наши эти точки вам было комфортно их создавать перейдут придут следующий этап более серьезный вашего совместного проживания общей крыши над головой и и как вы рассчитываете в дальнейшем создание сердечного союза рождение детей общих и так далее да но вот эти точки которые как вы видите помогает вам на переводить на в первом этапе до ваших отношений они начинают вам мешать видите мешает они не дают они вот так сделаться крыши над головой не дают создать а союз так вот эти точки необходимо необходимо преобразовать трансформировать я предлагаю вам девчата чтобы выйти из френд зоны вытащить вашего парня из ваших бойфрендов и перевести и и в категорию мужчина вашего сердца а вы дама его сердца да и постепенно создать с ним именно общую крышу над головой для этого несколько надо важных вещей выполнить первое первое это по первый главный пункт это проявление вашей независимости то есть вы девушки очень это понимаете я думаю меня чем я говорю проявление вашей независимости то здесь до этого вы моменты все время сделали общие интересы общие разговоры взаимная поддержка взаимопонимание развивали выпаду помогали мужчине там сочувствовали ему выслушали его проблемы какие-то и тому подобное то с этого момента вы начинаете проявлять свою независимость то есть вы делите местоимение я и мы то есть вы все больше говорите я вы говорите я мы все больше отделяете словом и не кредит и то есть вы разделяете я и ты это разные разные вещи чтобы мужчина начал понимать что не говорили мы от слова мы надо уходить на больше уходить к я к независимости и независимость у нас это какая категория эта категория времени вы девушки очень легко можете управлять временем это у вас такое качество замечательное есть поэтому что мы делаем категории времени мы начинаем мы начинаем изменять эти отношения с вашим парнем и переводить их в категории растяжения во времени то есть скажем так что можно сделать что можно сделать первое вы опоздали на свидание да нормально нормально мы не пришли на свидание тоже нормально и тому подобное вы не ответите на телефонан звонок мы перезвонили позже вы поздно послали сэм es т oui там ответную и так далее все категории времени вы ей управляете. У вас появились свои собственные планы какие-то, понимаете? Вы управляете свою независимость. И для того, чтобы у вас было это естественно, естественно выглядело, это такое управление позиции независимости, вы можете перейти на женскую сторону, вернуться на женскую сторону, выйти из френдозоны мужской и перейти на женскую сторону. То есть найти себе увлечение, женские увлечения, с которыми не сможете с мужчиной поделиться мужчина не пойдет с вами в эти увлечения и очень много увлечений вы можете найти женских, начиная от танцев на шесте, да, как говорится и так далее, другие увлечения женские, совершенно женские вы, эти женские увлечения у вас будут забирать время время будет тратиться на свои собственные женские увлечения то есть вы будете развивать свою независимость и категория независимости будет вот эти точечки начинает она разрывать то есть вот с этих сначала вы начнете с маленькой с большой и так далее будете отношения создавать то есть благодаря вашей независимой позиции то есть вы будете говорить парню, сегодня я занята у меня есть свои собственные планы я сегодня куда-то пойду я сегодня занята и тому подобное то есть ваша эмпатия ваше сочувствие ваше понимание его его мужских проблем будут только в одном случае когда мужчина мужчина что делает поддерживает ваши интересы интересы вашей независимости вот этот критерий поддержки ваших интересов независимости тогда вы только с ним начинаете общаться в его сторону то есть его начинаете поддерживать а в другом случае ни в коем случае не поддерживайте мужчину не общайтесь с ним не поддерживайте его эмоционально не поддерживайте его ни в коем случае вы проявляете свою независимость абсолютную независимость и далее как мы можем еще очень сильно очень сильно повлиять на мужчину далее очень простой и эффективный способ это материальный способ У каждого мужчины есть какой-то определенный статусный предмет, начиная от денег, потом автомобиль, потом еще что-то, социальный статус, которым вы просите мужчину поделиться. Поделиться потому, что вам необходимо развивать свою независимость. То есть те женские интересы, о которых я вам говорил, вы перешли в эту сторону женских интересов, и они требуют определенных ресурсов. И эти ресурсы вы просите у мужчины. Понимаете, взаймы даже можете попросить. Он же друг ваш, вы же хорошо знаете этого друга, и он не может вам отказать. То есть вы буквально можете ему сказать, дай мне твою машину, мне надо съездить куда-то, даже не объясняя, куда съездить. Просто мне надо уехать к своей подруге, скажем, с ней что-то плохо случилось, мне надо помочь, поговорить с ней и так далее. Вы берете его в машину и уезжаете. Вот это важные моменты, привязки его в отношениях. То есть он начинает думать, начинает сомневаться, начинается у него в голове определенный диссонанс. И внутри ваш, в вашем подсознании, начинается создаться отношения. Отношения какие? Тайные отношения. Тайные отношения, тайные связи. И это все, это формирует вашу сердечную привязанность. Привязанность сердечная. То есть вы выходите из френд-зоны. Вы выходите из френд-зоны. И эти главные моменты я еще раз вам повторю. Что? Вы подчеркиваете свою независимость. Вы развиваете свою независимость. Вы переходите в женскую половину. В женскую половину общества. Ищите там так развить свои женские независимые навыки. А с мужчиной начинаете общаться именно местоимениями я и ты. Прекращается мы. Прекращается эмоциональная поддержка. И более того, вы просите у мужчины поделиться с ним, с вами поделиться какими-то материальными его ресурсами. Материальными благами статусными, которыми он дорожит. Это важно. Важно. Вот эти три-четыре момента вас придут к чему? К тому, что вы начнете ощущать, что вы перестанете быть друзьями. То есть, когда придете к этому большому пальцу в постели, очередной раз встреча, ваше свидание. И мужчина желает с вами заняться любовью, заняться сексом. То он понимает, что вы основанием для этой встречи уже нет. Нету этих дружеских связей, которые мотивировали вашу встречу в постели. Нету. Нету. Они все распалися. Их нету. Они в очень таком нестабильном состоянии находятся. И у вас возникнет вопрос. Я вас уверяю. А зачем мне это надо? Понимаете? Вы спросите себя, женщина, девушка, зачем мне это надо? Что он мне дал? Поддерживал ли он меня в моих планах, в моем стремлении развить мою независимость, мою женственность? Поддерживал ли он на моей стороне? Вот этот вопрос у вас возникнет. И мужчина поймет, что он вышел из френд-зоны. Он больше не ваш друг. Понимаете? Он ваш любовник. Он ваш возлюбленный. Он мужчина вашего сердца. Вы дам моего сердца. То есть вы перейдите в другую категорию. В другую категорию. То есть вам надо вот сюда попасть. Поэтому, дорогие девчата, парни, если вы смотрели, переходите из френд-зоны, из френд-зоны, сердечную зону с помощью развития независимости. Независимости во времени от вашего мужчины, от вашего бойфренда. И это вам очень сильно поможет. Вот эти дружеские связи трансформировать в отношения. В отношения. Понимаете? В отношения вот так. Чтобы образовалась крыша над головой, как говорится. С вами был я, Виталий Рафиев. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok